Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС Новости. В студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. Новости Светлана Шевченко. Новости Светлана Шевченко. Синоптики прогнозируют снегопады на все выходные. Дорожные службы за последние сутки в порядок привели сотню пешеходных переходов. 30 лестниц, около 100 остановок общественного транспорта, тротуары и дороги обработали противогололюдными материалами. Сегодня в городе работают 210 единиц спецтехники. В ручной уборке задействовано больше сотни человек. Сотрудничество крепнет, торговый оборот растет. В преддверии профессионального праздника Дня дипломатического работника губернатор Новосибирской области провел встречу с руководителями ДИП-представительств иностранных государств в нашем регионе. Я хочу высказать слова уважения к вашей работе, заверить вас в поддержке с моей стороны, со стороны моих коллег. Я полностью осознаю важность вашего искреннего добросовестного труда на своих постах не только для народов государств, которые вы представляете, но и для Новосибирской области, для Российской Федерации. Могу с удовлетворением отметить, что предприятия и организации Новосибирской области продолжают сотрудничество с коллегами из 131 государства мира. Продолжаются и укрепляются гуманитарные контакты. У нас после снятия пандемийных ограничений увеличилось количество взаимных обменов, как бизнес-миссий, так и культурных, образовательных проектов. Второй региональный сосудистый центр откроют в Новосибирской области. В Карасукской центральной районной больнице установили сложнейшее современное оборудование. Такое есть только в Новосибирске. Технику подключат и наладят в ближайшие недели. Какие возможности появятся у медиков и что это даст пациентам, узнал Александр Сульдин. Реаниматолог Юрий Лостовский показывает ядро будущего регионального сосудистого центра. Ангиограф, рентгеновский аппарат, который не делает снимков, выдают картинку сосудов пациента, очень подробную в режиме реального времени. Это специальная установка для подачи контрастного вещества пациенту. По сути большой шприц, только с помпой и с сенсорным управлением. Через катетер он подает раствор пациенту. По сути это краска для сосудов. И под действием рентгена эти самые сосуды на экране приобретают серый цвет. И врач-хирург может быстро визуально оценить, насколько сужены эти сосуды. Нужно ли ставить стенд, если операция необходима, ее делают прямо здесь. Точность и скорость исследования и реакция на результаты осмотра для пациента жизненно важны. Возможность как можно быстрее покинуть больничные стены. Одно из главных плюсов этой установки и вообще в целом этого метода в том, что это малоинвазивно. Небольшие проколы в сосудах, это бедринная или лучевая артерия. Проводится манипуляция, определяется степень повреждения сосудистой стенки. По необходимости устанавливается стенд в просвет сосуда. И пациент достаточно быстро идет на поправку. Сейчас пациенту с болями в сердце здесь проводят тромболизис. Растворяют сгустки крови в сосудах. Далее либо вертолет, либо реанимобиль до Новосибирска. Скоро не нужно будет тратить несколько часов на дорогу. Напрямую с колес мы подаем пациента вот сюда, в это прекрасное оборудованное место. И лечим пациента. И возможно даже предотвращаем развитие инфаркта. То есть время от момента болевого приступа до поступления на рентгеноперационную скажется прямо на здоровье пациента. То есть мы ему спасем от инфаркта миокарда. А это новый рентгеновский аппарат. Пару недель назад в этой комнате еще доделывали ремонт. И оборудование настраивали сейчас, во всю работают. Пациента можно уложить и повернуть как нужно для создания качественного снимка. Изображение не надо долго ждать. Распечатают тут же, в соседней комнате. При этом доза радиации гораздо меньше, чем при использовании более старых аппаратов. Проходит меньше времени, но человека можно снять от макушки до пяток за это же время, как мы делали на 16 средовом. Поэтому все идет гораздо быстрее, получается лучше и качество лучше. И также все это сразу передается в ЦАМИ, то есть центр администрации, это город Новосибирск. И там через 5 минут уже смотрят снимки. Вообще, в отделении лучевой диагностики полностью обновили оборудование. Теперь только цифровые аппараты. Медицинскую помощь здесь будут получать не только жители Карасукского района. Мы будем обслуживать Купинский, Баганский, Карасукский, Краснозерский районы. Это примерно 110 тысяч населения. Они у нас, пациенты данных районов, ПСО, уже получали лечение от острого нарушения мозгового кровообращения. Сейчас добавится еще и инфаркт миокарда, коронарный синдром. Такой охват благодаря географическому положению Карасука и активности местных медиков. Одно из ведущих кустовых медицинских учреждений, которое объединяет сегодня в себе практически все возможности организации квалифицированной и специализированной медицинской помощи. Напомню, что здесь мы организовали и ЦАОП, здесь работает у нас первичное сосудистое отделение. Здесь же организован был идеализный центр и учреждение родовоспоможения второго уровня. То есть сегодня здесь концентрировано максимальное количество специализированной медицинской помощи. Такой региональный сосудистый центр пока есть только в Новосибирске. Этот станет первым открытым в районной больнице. Ожидается, что он начнет работать уже через две недели. Александр Суддин, Константин Минин, Егор Чернов. Новости ОТС. Поговорил по телефону за рулем авто. Жди штраф. В регионе заработали камеры, которые фиксируют водителей, использующих телефоны во время поездки. Это нарушение прописано в административном кодексе Российской Федерации. Статья предусматривает штраф в полторы тысячи рублей для тех, кто пользуется гаджетом на дороге. Исключение, когда человек ведет переговоры через гарнитуру. Как сообщили в ЦОД, камеры фиксируют как общение с трубкой у уха, так и случаи, когда водители просто держат смартфоны в руках. Также камеры определяют непристегнутых людей в салоне. Задержка сроков газификации, проблемы ЖКХ и жалобы нам к косметологам. Прокурор Новосибирской области Александр Бучман провел прием граждан в Бердске. С какими просьбами о помощи обратились горожане в надзорное ведомство, выяснила наша съемочная группа. Зинаида Гончарова пришла на прием к прокурору области с надеждой восстановить справедливость. Берчанка пытается получить компенсацию на ремонт автомобиля уже несколько месяцев. Но денег нет ни от виновника ДТП, ни от страховой компании. 15 июня было ДТП. Муж ездил на рыбалку на шлюзах. Там нам разбили машину. А у нас свидетелей много. Видели, как он завел, как он подъехал, как он ударил, какие повреждения на суде были. Водитель скрылся с места аварии. Его личность установили, но в суд он ни разу не явился. Единственная надежда на помощь надзорного ведомства. Вот фара висела вообще. Потом, значит, вот бампер. Вот крыло здесь вот где-то мятое было. Может, уже выправилось. И вот дверь. Проблема газификации заставила Оксану Канину обратиться в прокуратуру. Недавно ее семья приобрела земельный участок, на котором построили дом и гараж. Планировали провести газ и заниматься отделкой. Заключила договор с Новосибирской облгаз 19 сентября. До декабря мне обещали провести по программе газ. С нашей стороны мы все сделали. Вот нам только надо присоединение. В февраль работ никаких не сделано. О сложившейся ситуации Верчанка рассказала прокурору области и предоставила соответствующие документы. Они мне сказали, что я обязана писать заявление каждые полгода. Проведите проверку. Проведем проверку. Я уже в комплексе задачу заметил такую поставил. Посмотреть работу, как у нас ведется с газификацией. Поэтому мы проведем проверку и о результатах, по сути, принятых в мерах региона. Это уже второй личный прием граждан, который Александр Бучман проводит в Бердске. За помощью к руководителю прокуратуры области обратились 10 человек. В своих обращениях заявители говорили о проблемах жилищно-коммунального хозяйства. В том числе о вопросах социальной газификации. Вопросы были по поводу работы органов местного самоуправления. Вопросы предоставления земельных участков, распределения и использования их. Вопросы строительства. Вопросы качественного предоставления услуг косметическими организациями. Александр Бучман поставил вопросы граждан на личный контроль и пообещал разобраться и дать ответ по каждому обращению. Надежда Волгина, Алексей Зубилов, УТС «Бердск». Сугробы ликвидируют за час. Новосибирские студенты и школьники очищают дворы от снега. Помогают семьям участников СВО, пенсионерам, ветеранам и инвалидам. В городе проходит традиционная акция «Снегоборцы». Татьяна Кияева побывала в одном из дворов. Мы сильнее всех на свете! Гости, гости! Богучие, живучие! В победе мы идем! С кричалками на перегонки ребята дружно убирают снег. Подростки вооружились лопатами и распределили обязанности. Скоро от сугробов не останется следа. Обычно я беру на себя все самое тяжелое, потому что у нас есть девчонки. Я думаю, что лучше мне взять что-нибудь потяжелее, чтобы им досталось полегче. Я сразу кидаюсь первый, где самая большая кучка, чтобы убрать, допустим, вот это. Мы с парнями соревнуемся, кто быстрее побросает, чтобы конкуренцию создать дружную. Десять бойцов Новосибирского штаба трудовых отрядов борются со снегом во дворе частного сектора. Наводят порядок у дома Софьи Ивановой. Муж Софьи участник СВО. Сейчас он в Челябинске. Ждет направления на полную реабилитацию. Поначалу женщина от помощи снегоборцев отказывалась, стеснялась. Но супруг настоял. Справиться в одиночку с большими сугробами беременной женщине с двумя маленькими детьми было бы тяжело. А команда школьников уберет все за полчаса. Я пустить их не могу в ограду, потому что там и собаки, и смысла нет на самом деле. А здесь снега много, и он будет весь сходить, вся вода будет уходить в ограду. Поэтому, собственно, здесь-то и надо было почистить. Помощь колоссальная на самом деле. И меньше работы. За две недели в Первомайском районе участники штаба трудовых отрядов очистили уже 10 дворов частного сектора. В зависимости от количества инвентаря и объема работ, на один адрес выходит от 4 до 10 человек. Ребята рады помочь и быть полезными. Люди все очень счастливы, очень сильно благодарят. Многие действительно поют чаем, угощают какими-то конфетами, фруктами. Нам нет разницы, кому помогать. Главное, что мы помогаем. Главное, что ему полезно. Чтобы получить такую помощь, нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения или в администрацию Первомайского района. Татьяна Кияева, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Десятки собак рискуют остаться без корма. Обитатели Краснообского приюта «Верный друг» доедают запасы. В приюте живут и щенки, и пожилые питомцы, которые когда-то оказались на улице. Помимо еды им нужны лекарства и простая человеческая забота. Екатерина Широких расскажет, как помочь. Тобочка. Тобик наш хороший, ни на кого не похожий мальчик. У пятнистого Тобика непростая судьба. Домашний пес оказался в лютый мороз, на улице. Жил в промзоне, на теплотрассе, спал на стекловате. Волонтеры спасли. Очень худой, он прям скелетик-скелетик был. Сейчас он здесь поправился. Тобику по зубкам мы смотрели, что он уже пес возрастной, но он порой себя ведет так, что как будто маленький щенок. Он прыгает, радуется, играет. Сейчас он немножко стесняется, а так он очень прям покладистый, социализированный пес. Вот уже около года Тобик живет в приюте «Верный друг» с такими же, как он, бывшими бродягами. Волонтеры сейчас выхаживают больше сотни собак. Чтобы накормить всех жителей приюта, нам необходимо в день 36 килограмм корма. Плюс у нас еще и находятся в приюте собаки, которые пожилые, возрастные. Они на отдельном корме сидят, им необходимо около 6-7 килограмм. Зима – тяжелое время для приюта. Собакам нужно усиленное питание. За крома пустеют. Запаса хватит на полторы недели. У нас как-то такой был момент, что вообще все закончилось, и мы собирали всякие остаточки. Вот эти остаточки все в одну миску сгрузили, все это перемешали, стали давать. По носу всех собак был. Нельзя перемешивать корма. В холода собакам нужен дополнительный паек. Теплая каша с мясом. Плюс сейчас необходимо закупить медикаменты. Волонтеры говорят, пожилые собаки нередко доживают свой век в приюте. У щенков больше шансов найти хозяина. Эту красотку зовут Василиса. Ее нашли волонтеры около двух недель назад на остановке. Возраст пять месяцев. Сейчас она абсолютно здорова, привита, проглистогонена и ищет дом. Помочь приюту можно не только материально, но и физически. Убрать снег с крыш вольеров, почистить территорию и, конечно, выгулять собак. Несмотря на тяготы бездомной жизни, многие четвероногие очень привязаны к людям и ждут встречи. Волонтерский день каждое воскресенье. Контакты приюта «Верный друг» указаны на экране. Екатерина Широких, Родион Токарев, Новости ОТС. Куйбышевские стоматологи провели первый выездной прием пациентов в мобильном кабинете. Это первая передвижная стоматология в регионе, которую получили благодаря нацпроекту здравоохранения, инициированному президентом Российской Федерации. Передвижной комплекс оснащен современной стоматологической установкой, цифровым визиографом, стерилизационной. Есть автономная система отопления и водоподготовки. Мобильный стоматологический кабинет поступил в Куйбышевскую ЦРБ по решению губернатора Андрея Травникова в рамках национального проекта здравоохранения. Приобретение очень нужно и важно, потому что оно будет способствовать оказанию первичной медико-санитарной помощи стоматологическим пациентам, пациентам стоматологического профиля. Это касается и противактики, в первую очередь. Это проведение онкоскрининга. Это, конечно, оказание лечебной помощи в том объеме, как это можно осуществить, выезжая в село. Выезжать в село района медики будут каждую неделю. График выездов составлен на ближайшие полгода. Первыми на приеме у стоматолога побывали жители села Нагорное. Это хорошо, что такое обслуживание сейчас у нас будет. Конечно, все время же мы туда не сможем съездить. Бывают такие моменты, что не можем туда добраться или записаться не можем. А тут вот хорошо. Буддисты Новосибирской области готовятся отметить самый главный праздник Сагаалган. Это Новый год. По лунному календарю он наступит завтра утром. Накануне верующие провели молебен и совершили обряд очищения Дшхугауба. В Новосибирском Датсане побывал Александр Шурудила. Сотни людей собираются на хурал или молебен в Датсан. Перед началом обходят святое место по часовой стрелке, чтобы возросли душевные силы. К этому вечеру готовится не один день. Ведь в Новый год буддист должен войти очищенным от негатива и зла. Это очень важный день перед Новым годом. Мы очищаем наше жилище. Я в течение недели делала генеральную уборку в доме. И мы очищение проходим души, тела. И очень мощные молебны были с утра с 9 часов до 3 часов. Читали очень важные хуралы. Дукджуба переводится как 60 подношений, предназначенные для ямы, покровителя загробного мира. Число 60 означает различные виды негативной энергии, от которой верующие хотят избавиться. Торма в виде большой фигуры. Она готовится из прожаренной муки. Также туда входят такие ингредиенты, как топленое масло, сахар, мед, шафран, молоко. И все это сделается замесом. Все перемешивается. И мы сами готовим все подношения. Подношения, которые называются ссор, после молебна отправляют в больший из двух костров, подготовленных перед датсаном. А в малом сгорает негатив, который сняли с себя буддисты. Заводят муку на воде, такую твердую. Им обмазывают лицо, область лба, вокруг льда, ладони. И сжигает то, что мы, какие-то неблагие поступки с помощью своих мыслей, речи и тела, то, что совершали. В общем-то, вот этот негатив символически убирают и сжигают. После совершения приношения верующие отворачиваются от огня лицом к датсану, тем самым показывая, что все плохое остается позади. А все хорошее ждет их в новом году. Он наступит 10 февраля около пяти утра. В это время буддисты не спят, чтобы попасть в список живых. Во-первых, день, когда принимают гостей, обязательно должна быть на столе белая пища. Праздник называется же «Праздник белого месяца». Соответственно, символ этого праздника – белая еда. А в принципе, у бурятов принято всех дорогих гостей встречать белой пищей. И вот это как раз именно символизирует чистые помыслы. То, наверное, чего люди ждут от Нового года. Каждый ждет какое-то определенное волшебство, неважно какой-то национальности. Праздник для верующих длится целый месяц. Это время отведено, чтобы посетить всех родных и близких. Раньше у бурят не было индивидуальных дней рождения. Так что с наступлением Сагалгана каждый прибавлял себе один год жизни. Таким образом, отмечая единый день рождения. Александр Шарудила, Александр Ведерников. Новости ОТС. Смотрите наши программы на ОТС-ТВ. Еще больше новостей на Гурсайте. А все о важных событиях на нашем телеканале. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Новосибирск Здравствуйте. Прогноз на 10 февраля. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Временами снег. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. С порывами до 18. Влажность 78%. Температура ночью минус 8-10, а днем минус 1-3. В последующие два дня будет пасмурно. Временами небольшой снег. В воскресенье минус 14-16, а в понедельник 18-20 градусов мороза. С вами была Ольга Савельева. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова